Италия была самым сложным вариантом из всех, которые мы могли получить при жеребьевке в стыковых матчах. Это большая футбольная держава, опытная команда, традиционно одна из сильнейших в мире. Не скрою, мы были расстроены итогами жеребьевки. Однако в группе мы играли с Францией, командой сейчас еще более мощной. И эти игры показали, что мы можем сражаться на равных с соперниками такого уровня и даже побеждать их. Поэтому мы понимали, все в наших силах, нужно просто верить в себя и постараться показать все, на что мы способны. Для меня два матча с Италией стали самыми важными, самыми ответственными в моей карьере на текущий момент. Ощущения непередаваемые. Стадионы были переполнены, что у нас в Швеции, что в Италии. Политчики просто невероятно поддерживали обе команды. Было очень интересно играть в такой атмосфере. Поначалу я нервничал, адвенолин зашкаливал, но потом понемногу втянулся и, как мне кажется, сыграл неплохо. Наш план был таков. В первой игре дома ни в коем случае нельзя было пропустить. Потому что выездной гол давал бы сопернику огромное преимущество. Ну и самим забить по возможности. И то, и другое в итоге нам удалось, пусть и не без доли везения. Считаю, что дома мы выглядели очень достойно. А во втором матче нам уже надо было сохранить добытый перевес. Мы пытались сыграть примерно так же, как и в первой игре, но не вышло. Италия буквально прижала нас к воротам. Было очень тяжело, но мы выстояли. Да, ответный матч получился для нас очень непростым. Но мы знали, что примерно так и будет. Готовились к этому. От каждого из нас требовалось на поле бороться за каждый мяч, не уступать ни в одном единоборстве и, конечно же, много двигаться. Без этого мы бездержать итальянцев не смогли. Мы вышли с четкой установкой не пропустить и выполнили ее. Пусть и не без доли везения. Но считаю, мы полностью заслужили итоговый результат своей упорной работой. Когда меня заменили, я не ушел в раздевалку, а уселся на скамейку. И скажу, это были самые длинные нервные полчаса в моей жизни. А в последние пять минут вообще не мог даже смотреть на поле. Мне казалось, что финальный свисток никогда не прозвучит. Но когда он все-таки раздался, мы дали волю своим эмоциям. Примерно в середине отборочного турнира у нас возник спор, не спор. В общем, в разговоре я пообещал ребятам, что если мы пробьемся на чемпионат мира, то дам им побрить себя наголо. Они уже давно хотели это сделать, и я им дал шанс своим обещаниям. И ничуть об этом не жалею. Волосы у меня растут быстро. Андреас не сопротивлялся, он же сам это все затеял. Стригли его в раздевалке все вместе, каждый понемногу. Это была командная работа. Я тоже внес свою лепту. По-моему, получилось очень даже неплохо, а? Поначалу мне было как-то неудобно, чего-то не хватало. Мне даже сейчас нравится мой новый имидж. Однако вряд ли я буду продолжать бриться наголо. Видимо, снова отращу волосы. Ну а пока приходится носить шапку. Без волос голове холодновато. Как мы отмечали успех? Сначала радовались на поле вместе с нашими болельщиками, которых приехало в Италию человек 700. Затем праздновали в раздевалке. Пели песни, скандировали речевки. Потом вернулись в отель, там нас ждал праздничный ужин. Были поздравительные речи и все такое. После этого ветераны остались там же в отеле, где позволили себе пропустить за победу по стаканчику. А молодежь отправилась гулять по ночному Милану. В общем, всем было весело. Ну а на следующий день мы прямо из Милана разлетелись по своим клубам. Перед отъездом в сборную я общался с ребятами из Краснодара. Все желали нам пройти Италию и пробиться на чемпионат мира. Говорили, что у нас есть шансы. Но мне кажется, они в большинстве своем просто подбадривали нас. Если честно, я и сам изначально не очень верил в то, что мы сможем это сделать. Но мы смогли, потому что у нас очень хорошая, дружная команда. И я счастлив, что летом мы будем играть в России. Насчет джейбьевки предпочитаю не загадывать. Как будет, так будет. Знаю, что мы попали в третью корзину. Значит, у нас в группе могут оказаться как минимум две очень сильных сборных. В любом случае, жду интересных матчей. Для меня, да и для большинства наших игроков, это будет самый значимый турнир в карьере. И мы постараемся выступить на нем достойно, не ударить грязь лицом. Посмотрите, с кем мы играли в квалификации. Франция и Голландия в группе. Потом Италия в стыках. Нас уже вряд ли можно кем-то испугать. Но я предпочту воздержаться от прогнозов на жеребьевку. А то сейчас скажу что-нибудь, и нам опять попадутся сплошные топ-команды.